Приветище! Это Зельд Слез Королевств и сегодня у нас куча дел! Прибыв в форт, я решил спуститься вниз, подойти к статуе и помолиться. Но заметил кое-что интересное. Уборщица форта за что-то дико извинялась. Оказалось, что во время уборки она случайно сломала стену, в которой был туннель. Это был королевский ход. В этих ходах я повстречал демона-перекрёстка, которого заточили в камень. И за небольшую плату он может обменять мне капсулу жизни на выносливость и наоборот. Пройдя немного глубже, я ощутился в неком подобии Хайрульского подземного зала. Но самое интересное было в центре. Огромная куча земли, словно её кто-то здесь специально оставил. После нескольких ударов юнобой, я увидел огромную торчащую костяную руку из-под этой земли. Нормальный бы человек уже оттуда свалил. Но я же не нормальный человек, я эльф. В итоге под развалинами оказался огромный скелет с кучей оружия. Но и это меня не остановило, и я продолжил раскапывать эту груду костей. Это оказалась фатальная ошибка. Груда костей оказалась вполне себе живой. И нифига не дружелюбной. Оно явно офигело от того, что её кто-то смог раскопать и пробудить. Пришло время сокрушителя зла. Посмотрим, не растерял ли он былую славу. И мощь. В общем, меч оказался довольно-таки достойным для одноручного оружия. Двуручкой я бы размотал его гораздо шустрее. Продолжив блуждать по тоннелям королевства, я решил прочистить трубы, как настоящий сантехник. И не зря. Ведь я вновь нашёл себе приключений на свою маленькую эльфийскую жопу. На самом деле, щитаед не представлял никакой угрозы. За исключением того, что там, где я находился, была огромная куча воды, а он был ледяной. И он вполне легко меня мог завалить глыбами льда. Всё же, одна глыба льда меня накрыла немного, но это был пустяк. Потому что дальше меня ждал наиприятнейший сюрприз. Оказывается, что этот щитаед охранял часть хайлийского комплекта, именно шлем. И мне оставалось найти только доспехи от этого комплекта. Воодушевившись этой новостью, я продолжил исследовать тоннели королевства. И наткнулся на темницу. Заключённые здесь, ну, очень злые. Наверное, если бы меня затащили в темницу и забыли, я бы тоже на всех обсердился. Ну, и как ты понимаешь, я бы не показывал тебе вот эти все моменты, если бы здесь не было чего-то интересного. Конечно же, здесь был сокрыт сундук с очень ценным содержимым. А именно, хайлийские доспехи, ёлки-палки. Вот и весь комплект собран. Хайлийский сет собран. И что же теперь делать? Правильно надевать на себя и бежать к фее, чтобы его прокачать. Теперь каждая часть комплекта имела не по четыре брони, а по семь. Итого, вместо двенадцати суммарной брони мы получаем двадцать одну. И дальше можно было бы подумать, что вперёд на Ганнена. Но нет, я вспомнил про пророчество, которое можно услышать, поспав на кровати в конюшенной. Так я и оказался в конюшенной близнеце. И здесь реально заправляют ей близнецы. Набрав нужное количество баллов, я получаю возможность спать на кровати Малании. Отвесив пятьдесят зелёных, я отправляюсь наконец-то отдыхать. Ночью мне приснился бог лошади, который сказал, куда идти. И приплюсовал мне одно колечко выносливости и три сердечка. И я просто офигел. Пока я бежал к этому богу на своих двух, я увидел в поле лошадь. Я подумал, что это бог лошади снизошёл и подарил мне такой подарок. Но когда я отхватил от этой лошади, я понял, что нахрен мне такие подарки нужны. Я лучше на своих двух дальше побегу. Нашёл я этого бога, он так же, как и феи, сидел в своём цветке. Постучал я по ботве, а в ответ... Кто-нибудь, дайте мне что-нибудь пожрать. Хотя бы какую-нибудь жив морковь, ёлки-палки. И я побежал искать эту жив морковь. А она растёт не абы где, а только в определённом месте, у чёрта на куличках. Но таковы были условия раскрытия бутона лошадиного бога. Добрался я до горы Сатори, где растёт в небольшом количестве эта морковка и это красивое дерево сакуры. Обрыскал всю местность. Оказалось, что морковка-то растёт совсем под деревом практически. Почесал свои ладошки потные, собрал всё, что нашёл. А в общей сложности это всего 4 морковки. И радостный побежал обратно к богу лошадей. Забыл, я же ещё по горам полазил на этой местности. И яички нашёл. А яички это на вес золота. Омлетик можно сделать хороший. Ну и быков ещё нашёл. Говорят, что тут всех можно оседлать. Ну я и думаю, а что бы бычка бы не оседлать? И как-то не получилось. Не оседлался он. Хорошо, что на свои рога меня не нанизил, как шашлычок. В общем, дошёл я до этого бога. Ещё дождь пошёл. Я думаю, ну всё, это к хорошему не приведёт. Дождь – это всегда плохо. В общем, из ботвы появилась человеческая рука, женская. Выхватила у меня морковку, чуть не оторвав мою руку. И из ботона вылезла вот эта. Я в шоке. Спасибо тебе за эту еду. Ну честно говоря, я вообще не наелась. И ещё голодна. Что же делать? Может тебя тогда сожрать? И я тут припух немного. Ну благо она пошутила, конечно. Но я чуть был не сожжён, ёлки-палки. В общем, лошадь это подумала, что я крутой шеф-повар. И говорит. Если хочешь прокачать свою лошадь или воскресить, приноси мне жрачку. Да не простую, а которую сам жрёшь. Я ведь бог голодный и пожрать люблю. Поэтому тащи всего и побольше, и повкуснее. В общем, вот такая вот встреча с этим лошадиным богом. Я с ним попрощался. И решил искупаться в его бассейне. А чё бы нет. Я всё-таки полмира ради его морковки пробегал. И вот мы почти готовы. Бравый рыцарь в блестящих доспехах. С мечом из рога Зельды. Теперь нам осталось добыть силу пятого мудреца и улучшить нашу одну инкарнацию. Для улучшения инкарнации я просто подбегаю к статуе помолиться. И я, конечно же, хотел укрепить Тюлина. Я передумал. Прежде чем я улучшу Тюлина, я хочу провести тест. Небольшой тест. Где мои инкарнации? Вот вы где! Наконец-то, засранцы! Вы что там, в картишки перекидывались, что ли? Значит, в чём фишка теста? Ну, во-первых, нужно посмотреть на инкарнацию, зафиксировать её. Вот он, Тюлин. Вот он, Тюлин. Я сейчас всё отключу. Все свои инкарнации, кроме Тюлина. Смотрим, значит, на Тюлину. Можно его даже сфоткать. Эй! Ну, чего ты убегаешь? Я тебя сфоткать хочу. Стой, стой, стой. Он не любит фоткаться, слушай, походу. Он, короче, специально из кадра убегает, чтобы не мешать мне. Понимаешь? Ладно. Я сфоткаю тебя вот таким образом тогда. Вот. Есть скриншот. Теперь тестируем его способности на восстановление, как быстро она восстанавливается, и как далеко мы летим. Значит, прыгать мы будем отсюда и вон к тому камню. Я всё записал. Бежим молиться статуе. Символ верности Тюлина позволяет призвать и отпустить более сильную инкарнацию Тюлина. Ладно, мы сейчас это проверим и посмотрим. Ну, во-первых, смотрим, как Тюлин теперь выглядит. Сфоткаем. И теперь давай посмотрим альбом. Изменился Тюлин? Как ты думаешь? По-моему, внешний Тюлин как был, так и остался. Теперь проверим его силу. Ну что, ты готов, Тюлин? Смотрим теперь, как долго восстанавливаются его силы. Вроде бы... Вроде бы... Так же. Все цифры ты сейчас видишь на своём экране, и сам можешь сделать вывод из всего, что я тут протестировал. Есть толк качать инкарнации или нет. А я же, в свою очередь, направляюсь к Пури, чтобы продолжить сюжетную линию и встретить пятого мудреца. Ой, сколько вас здесь! Ничего себе! Да тут вся толпа собралась, походу. Привет, Пура! Да. С возвращением! Похоже, тебе пришлось нелегко. Если ты не против, я попрошу тебя рассказать подробности при всех. Итак, что мы имеем в итоге? Однозначно, что в замке вы видели некого иного, как короля демонов из легенды о войне заточения. А принцесса, которая была замечена в населённых пунктах, оказалась самозванкой. И в замке Хайрул она появилась лишь потому, что король демонов хотел заманить Линка в ловушку. А я сразу понял, что дело не чисто. Ну, Хайрул в беде, а принцесса Зельда не спешит на помощь. Катаклизм, аномалии, в поселениях Зельда самозванка это всё потому, что пробудился король демонов. Выходит, настоящая принцесса Зельда она правда в далёком прошлом, как мы и видели. Верно, Гора? Придётся полагать, что да. И похоже, что в прошлом принцесса Зельда пыталась сделать что-то, чтобы победить короля демонов. Да, наши предки дали клятву Зельде, что когда король демонов оживёт, их потомок пробудится и поможет Линку с ним сразиться. Но принцесса Зельда в прошлом откуда нам знать, какой у неё план? И помочь она нам не может. Мы даже не знаем про короля демонов ничего, только то, что он жутко сильный. Что делать-то, Гора? Ага. Судя по представленной вами всеми информации, похоже, в прошлом принцесса приняла меры на случай пробуждения короля демонов в нашем времени. Я считаю, что пока что мы просто не нашли некую ключевую информацию о происходящем. Согласен. Разговоры тут не помогут. Нам нужно искать эту информацию. Но у нас же нет никакой зацепки. О-о-о, минуточку. Ведь в войне заточение королю демонов противостояли Рауру и шесть мудрецов. Верно же? Мудрец ветра. Мудрец огня. Мудрец воды. Мудрец грома. А если мудрец времени — это сама принцесса, то... Ой-ой-ой-ой-ой, я понял. О-о-о. Понимаю. О-о-о. Что? Что вы понимаете? А ведь и правда. Одного мудреца не хватает. Одного мудреца не хватает. Именно. Должен быть ещё один мудрец. Вот и наша недостающая зацепка. Нам необходимо начать поиски. Так-так. Вас всех наделили силой мудрецов в древних руинах, правильно? Возможно, последнего мудреца мы тоже найдём в каком-то похожем месте. Да. Мы ни за что не найдём мудреца, если будем искать по всему Хайрулу. Но если ограничимся древними руинами... О-о. Замечательно. План есть, осталось распределить обязанности. Да. Вы четверо возвращаетесь в поселение и ищите информацию о руинах, которые могут быть связаны с мудрецом. А ты, Линк, тоже займись поисками, где считаешь нужным. Может, ты найдёшь ещё какую-нибудь зацепку. Ага. Всё в ваших руках. В поисках пятого мудреца. Ну что, с чего начнём поиски? Я предлагаю сгонять в лабиринт, с которым так и не закончили. Вот мы и тут. Давай, кольцо. Открывай свои ворота. Где-то покоятся четыре терминала. Отыщи их в лабиринте и пробуди. Четыре терминала. Окей. Мне ещё придётся сейчас штанцы, походу, надеть. Поток ветра есть. Это хорошо. Значит, штанцы утеплённые, с начёсом. Вот. О, так-то уже получше. Хорошо. Внизу у нас дыры, но здесь поток ветра. Это нам на руку. Воу, нифига себе! Вот это я подлетел. Так подлетел. А там у нас кольцо, я вижу, разбитое. Чё, куда пойдём? Налево пойдём. С лаву сыщем. Направо пойдём. На дно упадём, да? Пойдём направо, чё. Чё нам терять-то уже? Ага. Мы пробрались к кольцу, просто вокруг обошли. И сейчас посмотрим. Оно активно. То есть оно даже и не разломано, оно так задумано. Северный лабиринт. Видимо, это первый терминал, который я активировал. Осталось найти ещё три. Оу! Упал да так, что сердечко отняли. Обычно, где низкая гравитация, падать довольно не больно. Фишка этого лабиринта знаешь в чём? Чем ниже упадёшь, тем выше взлетишь. И вот я нашёл ещё один... контроллер. А вот и последний контроллер. Ещё один контроллер, только огромный. В этот раз получилось взлететь как можно высоко. Поток ветра усилился. О ты, смельчак, нашедший путь сквозь лабиринт небес. Следуй за край земли, чтобы пройти проверку на отвагу. Придётся совершить прыжок в темноту. Теперь финальный путь тебе открыт. О, прикольно. Прыжок веры сейчас будет. Ну чё, погнали. Ю-ху! К недрам земли. Знаешь, чё я думаю? Я думаю, что нам нужно чуть-чуть вот сюда вот. Вот-вот сюда вот. Вот так вот. Пролом северного лабиринта. Нужно одеть мой... свечащийся костюм. Пожалуй-ка. А то ни шиша не видать. Стоямба. Мы прибыли. Мне бы что-нибудь светящиеся бы. А то совсем ничего не видать. Оу! Оу! Это ты моё последнее испытание или как? Сейчас мы попробуем с ним разобраться. Вытащим его в головушку. Так, подошли к нему. Он даже нас не заметил. Ага. А вот сейчас заметил. Ой-ой-ой. Ой, привет. У-ху-ху! Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-бизим-бизим-бизим-бизим-бизим-бизим. Мне всего лишь нужна твоя голова. Где ты там спрятал? Перепрячивает Сердечко свое Перепрячивает, негодник Вот, отлично, а, не попал в него стрела Не попал, ну где же Ну где же, где же, где же О, туловище уберем Я сейчас его разберу По кусочкам, весь Все, сниму с него А, во Куда ты спрятаешься? Ой, ой, сейчас будет больно Успел убежать Кстати, где мой меч? Надо меч достать, елки Вот, башка мне нужна твоя Теперь сердце Ну, вытаскивай сюда, давай Наконец-то Ой, это будет долго Надо какое-нибудь другое оружие Другое, другое, другое Вот это вот, нет, лучше вот это возьмем Блин, я только Только хотел гортушечку замутить Надо инкарнации свои пробудить Я совсем про них забыл Давайте, призывайтесь Помогайте мне Ну что, ты спускаться-то будешь? А, я сейчас при помощи телепорта на него залезу Вот и все Салют Покрутимся с тобой Меч почти Меч сломался Это прискорбно Уберем еще один Опа Ну и добивашечки Был голем и нет голема Очень быстро с ним расправились И нам открылся контроллер Зашибись Босс поражен Сколько занар-то, а? Уф Плюс 57 к дамагу Шикуем О, ты, смельчак, нашедший путь сквозь лабиринт Каверн Так быстро? Я повелитель Сов Тебя вознагражу Получишь ты достойную награду За подвиги свои По ножи злого духа Причем они броню такую неплохую дают и скрытность Горят эти по ножи созданы по образу темной сущности Из другого измерения Крайне редкая находка Но выглядят они, конечно, мощно Дай-ка я их надену Ты посмотри, какие у меня... Блин, стильно На стиле Итак, это не те руины Да вообще на что я рассчитывал Я просто хотел пройти лабиринт Блин, это задание, конечно, очень сложно Я понимаю, на что оно нацелено Оно нацелено на то, что ты будешь как бы Искать самостоятельно этого пятого мудреца И параллельно исследовать мир Зельды И это круто Поэтому мы не будем сильно торопиться С поиском пятого мудреца Я лучше пойду и построю свой дом О котором мне уже давненько говорили А еще у меня здесь незаконченное задание, между прочим Нужно кое-кому фотографию отнести Привет! Я тебе фоточку притащил Неужели ты принес мне изображение Чучу? Вот, смотри Ого, да это же настоящий Чучу И целых два Я уже чувствую, как у меня в голове рождаются идеи Немедленно сажусь создавать новые узоры Готово! Благодаря твоей помощи я создал потрясающую ткань Ткань Чучу Показал образец Левра Хотя фотка не очень крутая Вообще в темноте ничего не видно Но тем не менее ему зашло И он сделал нам ткань с левром Теперь я могу эти образцы Просто взять и натянуть сюда Ткань с Миланией Кстати, да Милания мне же ткань подарила Вот ткань с лошадью А ткань Чучу Это просто нечто Может быть ее я и натяну Почему бы и нет? Еееей Нормусик Теперь я буду летать с такими вылупившимися глазами Теперь я хочу еще перекрасить свои доспехи И сделать их более крутыми Блин, знаешь что обидно? Обидно то, что сами доспехи Латы Не красятся Красится только ткань Ну давай выберем белый цвет Мы же типа свет несем в этот мир Ну мы теперь белая снежка просто Как оказалось Дом мы будем строить Не рядом с Хотенским институтом А в другом месте И оно находится вот здесь вот На испытательном полигоне Который я ранее видел Блин, ну это реально же испытательный полигон Возможно это, знаешь, фундаменты под дома Но это не точно Мне скорее всего нужно вон туда Вон там вот Должен быть главный строитель Который мне и поможет строить дом Новая деревня Вот мы и прибыли Слушай, тут прикольно О, тут и статуя еще есть Класс А в колокол можно позвонить? Позвонить, позвонить Ну так себе А если О, звонит Прикольно О, я подумал, что вначале совет городской забрал Но это всего лишь корок Я уверен, что здесь топор Вот, топорда строй Самолично Вот ты где Здорово, дружище Она говорила об этом вчера С такой радостью Так что ты напрасно беспокоишься Не стоит так волноваться Из-за отъезда Ванды Давай лучше подготовим для нее Достойные проводы Так и есть Это особенное путешествие И проводы должны быть особенные Ой, у нас клиент Добро пожаловать в топорда строй Ищешь дом своей мечты? У нас ты можешь в два счета собрать себе дом Какой пожелаешь Но я прошу прощения Мы пока не можем принимать заказы Ты же Ты же Ох да Это же ты Давненько не виделись Как видишь Новая деревня процветает И все благодаря тебе Жизнь у нас стала лучше прежнего Сюда из всех уголков Хайрула приезжает Толпа народа А еще у нас есть дочь Очень милая В меня пошла Эх Не могу сдержать слез Когда думаю о Ванде Топорда Возьми себя в руки Извини В общем Как видишь Мы тут все в делах Герда Я возвращаюсь до работы Нужно что-то придумать для Ванды Отъезд Ванды Я должен чем-то помочь что ли? А где сама Ванда? Я думал мне тут сейчас домик помогут подстроить Ага Фига тебе С маслом А не дом Вот эта девочка Это Ванда? О, Ванда точно Совак, да-да Привет, ты друг папочки? Наконец-то папочка вернулся домой Блин, какая-то она странная, да? У нее туловище очень вытянутое, длинное Так, так, так А это у нас что тут? Это же светилище Ты на кой черт его сюда притащил, а? Ух ты, нифига себе Вот это тачка Хаги говорит мне Извини Хочешь прокатиться на локомоцикле? Поезду платный Так что сначала обратись ко мне Чтобы расплатиться Не, я думал, что смогу продать его подороже Но это просто какой-то странный хамень Мне нужно поскорее найти какого-нибудь простачка Чтобы всучить Ой, что такое? Хочешь на стройплощадку? Если поедешь на локомоцикле Придется заплатить за проезд 20 рублей Скидок не делаю Платишь только один раз Это выгодно Ведь после оплаты Можно пользоваться этими Транспортным средствам Сколько угодно Платишь? Да держи, пожалуйста Ха, хорошо Плата принята Ура, прибыль А это что за камень у тебя? О, не хочешь этот камень, а? Я раскопал его на стройплощадке Это очень редкий камень Поэтому я его и стащил То есть Взял на память Ну так уж и быть Уступлю его тебе Если хочешь Не бесплатно, конечно Как насчет 100 рупий? Это слишком дорого Не-не-не Ладно Я пойду тебе навстречу Последнее предложение 80 рупий Согласен? Скини еще немного Я тогда подумаю Камень на продажу Что, ты скинешь? Эй, что ты удумал? Что там? Опять пытаешься Дурачить кого-то И всучить барахло За базнословную сумму Это же, считай Кусок камня Только большой 60 Нет, 50 рупий Красная цена В базарный день Ты Ты Я, в общем-то Это честное предложение Ладно Ну Что ты так На собственного мужа-то смотришь? Что ж Тогда 50 рупий И я такой Пожалуй, нет Эх, жаль Он понял, что ты хочешь его надуть Потому и разозлился Топорда так старается Чтобы добиться мира И процветания в этом городе А ты Все время стремишься Нарушить гармонию Идешь на поводу у Наживы Тебе это когда-нибудь аукнется Ладно Мне очень жаль Так, его жена ушла Ну что, ты, может, мне бесплатно дашь камень, а? Согласен отдать за 50 рупий Давай уже Да ты что? Неужели мне удастся продать этот странный камень? Мне сегодня везет Замечательно У тебя глаз наметан Этот камень Наверняка очень ценный Так что Это выгодная покупка И теперь он твой Пожалуйста Уноси его скорее Не оставлю его здесь Забирай, когда тебе будет удобно Окей Еще бы понять, куда его оттащить Чтобы он активировался А вот это можно забрать? О, можно Ничего себе Ладно Ну что, поехали тогда на Этом Байке Прокатимся По территории Посмотрим тут Что, кого Ну, он не такой, кстати, шустрый Как хотелось Монобайк Ну, кстати, прикольная задумка Уху Нормально так гоним А вот и стройплощадка Класс Все, мы приехали, типа Стой, остановись Здорово Пользуйся, когда хочешь А, все, я понял Это, типа, смотрящий за Моноциклом Здесь у нас Кое-что интересненькое Давай-ка Заправим туда Энергозонаров По-моему, там Как? Ну и ну Это было внутри? Подумать только Внутри были механизмы Зонай Блин, я, походу Секретную информацию раскрыл Что ж, этот чижик свалил Я вообще ему не хотел Раскрывать тайну про Ну так вышло, короче Надо было вначале С ним поболтать Ну что ж В общем Здесь все понятно Никаких новых механизмов Я для себя не открыл Прогуляйся по строчке А здесь у нас чего? Как я уже говорил Ты нас одурачила Бренда Это не то, что ты нам навещала Мы отправились За 3-9 земель Ради чего? Чтобы на ненавидимом Транспорте погонять А я вру А что мы вместо этого Видим развалюху Которая еле ездит Да и то только вперед Ты за кого нас принимаешь? Вы меня неправильно поняли Я имела в виду не это О чем ты вообще говоришь? Что за механизмы сарая? Или как их там? Мы профигонщицы А не механики Среди этих механизмов Зоная Не нашлось ничего Для управления вашей машиной? К сожалению, нет По крайней мере Среди механизмов Зоная Которые есть в новой деревне Блин, это те же гонщицы Которые, помнишь Мы у Геруда На катах катались У нас гонки с ними были Ёлки-палки Они сюда пришли Круто В общем, я выяснил Что они не могли Управлять транспортным средством И я достал Из своих широких штанин Руль И говорю Вот Вот что вам нужно Она такая говорит Что это? И мне сейчас предстоит Установить руль И показать Как все это дело работает Давай Покажем им Придется из своих запасов Правда выкинуть Ну что, пойдем Вот О, так вот Как он работает Теперь ясно Каким образом Им можно управлять Можешь подойти На секунду Хочу тебя кое О чем попросить Вот она Наша трасса Для испытаний Видишь Те лучи света Они исчезнут Когда ты до них Дотронешься Пока что Наши транспортные средства Могли двигаться Только по прямой Но если все получится Мы сможем создавать Абсолютно новый вид транспорта И у воздушных шаров Появится конкуренция Главное Не отпускай штурвал И не сходи с трассы Нам очень нужны Данные этого испытания Блин, да кому ты рассказываешь Я уже на таких транспортах Знаешь, сколько прокатался? Я покруче и вас, гонщик Так, погоди У меня руль-то в другую сторону Смотрит А что вы мне не сказали Где перед и зад У вашей машины? Хватит уже указаний Я поехал Блин Мне надо будет сейчас развернуться Ладно Будем ехать задом наперед Сейчас такая ситуация Я же говорил Это полигон Для испытаний Вот оно так и есть Кто еще может ездить задом, а? Предлагаю вернуться к топорде И поговорить с ним все же Насчет строительства Все, приехали Наконец-то И пока я ехал Я увидел тут еще и помидорки Надо бы их собрать Топорда Че там у тебя с дочкой? Рассказывай А, это ты Прости, что не уделил тебе Достаточно времени Хотя ты Преодолел такой путь Клиенты всегда Слышат Да Это слоган Топорда строя Я руководитель компании И это одно Но ведь я еще и отец И когда дело касается моего ребенка Моя железобетонная уверенность Куда-то девается Я ее уже упоминал Это моя дочь Ее зовут Ванда Так вот Ванда скоро Переедет на родину Моей жены В город Геруда У Геруда есть закон По которому им Нежелательно общаться своими До своего совершеннолетия Вот бы кто-то смог провести Время с Вандой Чтобы она не чувствовала Себя слишком одинокой И это походу буду я Угу Деца Тулинка Прикольно Ладно, пойдем посмотрим Правда уже ночь Она наверное дрыхнет В пустыне Геруда Дождей не бывает Поэтому Дождевики Там явно не понадобятся Днем в пустыне жара Зато ночью Жуткий холод Нужно положить Побольше теплой одежды Ой, прости Я тебя не заметил Ах да Я начну принимать заказы На постройку домов мечты Только после того Как дочка уедет Прости Но тебе придется подождать До ее отъезда О как Вот это поворот Я думаю На этом серия Наша подошла к концу И если тебе понравилось То не забудь поставить Лайк под видео И подписаться Если ты еще не подписан Чтобы увидеться В новом ролике Так что до встречи